Здравствуйте, меня зовут Белик Тарас, я занимаюсь дизайном интерьера и сегодня мы поговорим о том, как сделать дизайн интерьера своего дома своими же руками. Первое, что я бы посоветовал вам использовать, если вы не пользуетесь услугами дизайнера интерьера, это поиск аналогов в журналах и интернет-изданиях. Следующее, что я хотел бы вам посоветовать, это определиться с цветовой гаммой и ограничить ее не более тремя основными цветами. Четыре это максимум. Такие подборки можно уже найти в интернете, они есть готовые, идеальные цветосочетания. Следующее, на чем вам придется сосредоточиться, это подбор текстур в интерьер. Если это загородный дом и в принципе дом у нас всегда ассоциируется с каким-то количеством дерева, это очень хорошая текстура. Также мы можем использовать камень и всевозможное сочетание этих текстур. Подберите их до начала создания вашего дизайн-проекта. Перед составлением какого-то функционального зонирования, главное, на чем я советую сосредоточить внимание, это создание таких себе функциональных уголков. Пускай это будет диванная зона или зона вокруг камина, все эти функциональные зоны нужно будет распределить как основополагающие элементы вашего интерьера и уже от них плясать дальше. Хочу обратить еще ваше внимание на то, что в более крупных пространствах, в больших помещениях следует размещать более масштабную мебель, более крупные предметы интерьера. В свою очередь для маленьких комнат используйте более универсальные какие-то раскладные элементы. При декорировании вашего интерьера пытайтесь разбавить крупные предметы мелкими, а мелкие группируйте с помощью дополнения крупных. Используйте как общее освещение, так и местное акцентирующее освещение в вашем интерьере. Выделяйте какие-то предметы освещением, а не только каким-либо цветом или фактурой. Используйте мягкий свет для спальни, на несколько включений, на сцены освещение. Освещение очень мощный прием для дизайнеров интерьера и архитекторов. Они очень сильно любят вовлекаться в процесс подбора освещения. Это более интереснее, чем просто декор. И я вам советую его очень использовать. Также советую уделить ваше внимание местам хранения. Но не только местам хранения, типа гардероба, плотяных шкафов, но и самих полок, каких-то выставок для предметов на показ. Используйте их и планируйте их до начала ремонта. Мои общие советы я вам уже высказал. Но в случае, если вы чувствуете, что вы не будете готовы довести дело до конца, прошу вас, найдите дизайнера интерьера и доверьтесь ему. Но не всецело. Вы должны тоже участвовать в своем интерьере. Но поверьте мне, когда у вас есть мастер своего дела, он поможет реализовать ваши цели наиболее оптимальным способом, учитывая ваш бюджет и понимая законы, логику и целесообразность всего того, что, быть может, человек, который из другой сферы, может не учесть сначала. И самое худшее, что в этом будет, это долгострой, это долго не заканчивающийся ремонт, либо неоправданное ожидание. То есть вы вложите кучу энергии, кучу времени и денег на какие-то дорогие материалы, а получите недостойный интерьер. Того я рекомендую обращаться к дизайнерам интерьера. Спасибо вам за просмотр этого видео. Если вы не подписались, подпишитесь обязательно. А в случае, если вы желаете еще роликов, ставьте лайки. Спасибо. До свидания. Живите красиво.